Поздно вечером, 1 декабря 2022 года, в полицию Тирасполя обратилась встревоженная женщина. Она рассказала дежурившему полицейскому, что ее дочь, 15-летняя Светлана Дедковская, уже продолжительное время не выходит на связь, и о ее месте нахождения ничего не известно. Екатерина Кожакарь – это тетя Светы, которая вот уже 14 лет является для девочки приемной матерью. Биологические родители Светы умерли, когда ей был всего годик, и с тех пор ее воспитанием занимались тетя и бабушка. В полицейском участке женщина рассказала, что последний раз видела дочь в 2 часа дня, когда пришла с работы. Света к этому времени уже вернулась из школы и находилась в своей комнате. В какой-то момент ей кто-то позвонил. Девочка всегда разговаривала по громкой связи, ей так было удобно, и этот раз исключением не стал. Краем уха мать услышала, что дочери звонит какой-то молодой человек и торопит ее навстречу. При этом говорил он на повышенных тонах. После того, как Света положила трубку, она попросила у мамы 10 рублей на дорогу туда и обратно и стала спешно куда-то собираться. Маме школьница сказала, что торопится навстречу по поводу работы в интернете. Все это женщине не нравилось, и голос звонившего показался ей подозрительным. Она отговаривала дочку от этой затеи и убеждала остаться дома. Однако Света ничего слушать не хотела. Екатерина знала, что дочь в последнее время очень хотела найти какую-нибудь подработку в интернете, которая позволила бы ей иметь больше карманных денег. Поэтому в конце концов сдалась. Позже женщина сильно пожалеет о своем решении. Время шло, а Света дома все не появлялось. Ее телефон был недоступен. Девочка уходила из дома и раньше, чтобы прогуляться и встретиться с друзьями. Но всегда оставалась с мамой на связи и возвращалась домой до обозначенного времени. В этот раз она задерживалась на несколько часов. И даже не подумала, никого об этом предупредить. Встревоженная женщина обзвонила всех одноклассников и друзей дочери, в надежде, что они гуляют где-то вместе, и она сможет со Светой поговорить. Однако те уверяли, что девочку сегодня видели только в школе и больше не встречались. И лишь две подруги, которые проживали в одном с ними дворе, рассказали женщине, что примерно в половине третьего они со Светой виделись. Та спешила на какую-то встречу и рассказывать подружкам, куда именно идет и с кем встречается, не стала. Однако пообещала, что как только вернется домой, обо всем обязательно расскажет. Но дома девятиклассница так и не появилась. В тот же день в правоохранительных органах Тирасполя было написано заявление о пропаже человека и начаты поиски 15-летней Светланы Дедковской. Первым делом полицией была запрошена распечатка звонков девушки за 1 декабря. Ведь если учесть, что мать Светы отчетливо слышала в трубке какой-то мужской голос, которому дочь и торопилась в тот день навстречу, то была высока вероятность таким образом выйти на след того самого тайного работодателя, а вместе с ним с большей долей вероятности и на девочку. Но уже вскоре случился первый провал. Так полицейскими было установлено, что все номера телефонов, которые были отражены в распечатке, принадлежат друзьям пропавшей, и никакого постороннего номера среди них нет. Тем не менее, в полиции не исключали, что Света попросту могла разговаривать со звонившим ей 1 декабря молодым человеком посредством какого-то мессенджера. А значит, пока ее телефон обнаружен не будет, узнать, кем именно был звонивший, не предоставлялось возможным. Среди номеров, полученных из распечатки, был один, он же и последний, с кем девушка говорила уже после того, как ушла из дома навстречу. Этот разговор состоялся в 4 часа дня. Телефонный номер принадлежал также одному из знакомых Светланы, некому старшекласснику Радмиру. Молодого человека решили проверить более тщательно. Так удалось установить, что за несколько недель до исчезновения между Светой и Радмиром завязались романтические отношения. В тот день они действительно созванивались. Голос у Светы, по словам молодого человека, был каким-то взволнованным, да и слышно ее было достаточно плохо, из-за эхо. На вопрос парня, где именно в данный момент девушка находится, она сказала, что поднимается по лестнице в кафе. Однако ее слова вызвали подозрения, поскольку эхо, которое слышалось в телефонной трубке, никак не походило на шум из увеселительного заведения. Чтобы развеять свои подозрения, Радмир попросил подругу дать трубку тому, с кем в данный момент она находилась. Ответа на его слова не последовало. А затем звонок прервался. Какое-то время молодой человек Свети не перезванивал, ожидая, что она сделает это сама. Однако время шло, а звонка все не было. Примерно через 15 минут парень снова набрал номер возлюбленной. Однако ее телефон был уже выключен. Пока полиция и родные занимались поисками Светы Детковской, следователи направились в школу, в которой девушка училась, чтобы побеседовать с ее учителями и одноклассниками. Ведь учитывая, сколько времени с последними Света проводила, те вполне могли что-то знать по поводу ее будущей работы и встречи, на которую в тот роковой день после школы она так торопилась. И педагоги, и учащиеся о Светлане в один голос отзывались только положительно. Добрая, неконфликтная, дружелюбная девочка. Учится хорошо, взрослых уважает. Подруги Светы рассказали оперативникам, что врагов и недоброжелателей у нее не было. Она со всеми была дружна и ни с кем не конфликтовала. Кроме прочего, Свету любили также за ее щедрость и доброе сердце. Бывало, она давала друзьям в долг деньги. Чаще, за свой счет, безвозмездно покупала всем еду и напитки. На вопросы товарищей, откуда у нее столько денег, Света отвечала, что нашла неплохую подработку в интернете и может себе все это позволить. Правда, в чем именно заключалась эта работа, девушка никому не рассказывала. По словам подруг Светы, все свободное время они проводили на так называемой заброшке, которая являлась в недостроенный корпус 15-й школы в Сирасполе. Там, вдали от посторонних глаз, они веселились, дурачились и делились сокровенными тайнами. Именно там, на заброшке, Света и встретила свою первую любовь. Нет, не Радмира. Еще до этих отношений у девушки была дружба с неким Ильей Куценко. Тот был старше Дедковской на два года, 11-ти классник. По словам ее подруг, очень милый, красивый и добрый парень. Со Светой они были вместе несколько месяцев, а затем неожиданно для всех расстались. Подругам девушка сказала, что просто не сошлись с Ильей характерами. Однако в компании поговаривали также и о том, что парня разорвать эти отношения убедила его мать. Почему? Неизвестно. Как бы там ни было, после расставания молодые люди остались друзьями. И никакого негатива между ними, по словам их общих знакомых, не было. Чего нельзя было сказать об отношениях Ильи с Радмиром. Так подруги Светы Дедковской признались, что между парнями был словесный конфликт. Его причиной, по словам девочек, стала ревность друг друга к Светлане. Эта информация следователей заинтересовала. А что, если к ее исчезновению причастен кто-то из ухажеров? Нынешний на почве ревности или, возможно, несправедливо отвергнутый? К молодым людям решили присмотреться повнимательнее. Во время беседы парни признались, что 1 декабря девушку не видели, и что очень переживают из-за ее отсутствия. Надеются, что с ней все в порядке. На следующий день, когда Света дома так и не появилась, ее лучшие подруги приняли решение организовать самостоятельные поиски. Их идею поддержали все, в том числе и Радмир, который, впрочем, к этому времени Свету уже начал искать. На связь с друзьями не выходил только Илья. Телефон парня был выключен. Друзей Светланы это не остановило, и они направились к Уценко домой. Однако и там их ждала неутешительная новость. Накануне парень из дома ушел. С 3-го числа ни дома, ни в школе одиннадцатиклассник не появлялся. На сообщение матери «Ты где?» Илья ответил «Нигде». А на вопрос «Когда домой?» ответил «Никогда». Поведение Ильи было очень странным, и это наталкивало следователей на мысль, что молодой человек имеет прямое отношение к исчезновению школьницы. Только вот где их теперь искать? С момента исчезновения Светланы Дедковской прошла неделя, а на восьмой день поисков Свету, наконец, удалось обнаружить. К сожалению, мертвой. Девушка лежала в подвале той самой заброшки, где так часто и так много проводила времени с друзьями. Тело было тщательно спрятано под кучей мусора и листьев. Именно поэтому друзья и не смогли в день поисков ее там обнаружить. На лице и голове Светланы были множественные ушибы и ранения, нанесенные твердым тупым предметом. Неизвестно, насколько бы еще эти поиски затянулись, если бы убийца не решил очистить душу. Вероятно, осознавая, что выбора у него все равно нет, а сотрудничество со следствием так или иначе сыграет на руку, Илья Куценко решил сдаться. И 13 января 2023 года пришел сам в полицейский участок и признался всадеянным. Глядя на этого симпатичного молодого человека, даже в голову не может прийти, что он способен на преступление. В школе Илья хорошо учился, занимался всерьез дюдо и даже занимал на соревнованиях по этому виду спорта призовые места. Тем не менее, несмотря на еще столь юный возраст, в прошлом Куценко уже были стычки с законом. Так удалось установить, что до того, как перевестись в восьмую школу, Илья учился в кадетском корпусе, однако оттуда был исключен после драки с девочкой. На допросе Куценко сразу стал давать признательные показания. Он признался, что к преступлению готовиться начал еще в ноябре и тщательно его планировал. В тот роковой день, когда преступник пригласил девушку в заброшенное здание недостроенной школы, он точно знал, чем эта встреча закончится. Илья не учел лишь того, что его личность может заинтересовать полицию, а когда понял, что это произошло, ушел из дома. Тем не менее, долго прятаться у 17-летнего преступника не получилось, и он вынужден был сдаться. Когда следователь попросил Куценко назвать причину, которая послужила поводом для убийства подруги, Илья ответил, что сделал это из-за долга. По словам задержанного, за несколько месяцев до трагедии Света дала ему взаймы на несколько дней 2000 приднестровских рублей. Время шло, а деньги возвращать парень не спешил. Для Светы они были не лишними, и она даже пригрозила Илье, что если в кратчайшие сроки он долг не вернет, она будет вынуждена принять какие-то меры. В начале ноября 2022 года в голосовом сообщении девушка предупредила друга, что дает ему время вернуть взятые взаимоденьги до конца месяца. Возвращать было нечем, и Куценко стал разрабатывать план. В тот роковой день, 1 декабря 2022 года, Илья позвонил Свете и договорился с ней о встрече на заброшке. Девушка согласилась, полагая, что приятель хочет вернуть ей долг. Некоторое время они просто гуляли по этажам и разговаривали, а затем, по настоянию Ильи, спустились в подвал. Именно в тот момент Свете и позвонил Радмир. То, что она сейчас находится в компании бывшего возлюбленного, девушка предпочла от молодого человека скрыть. Когда она отошла от Ильи, чтобы поговорить с Радмиром, тот подкрался к ней сзади и стал душить. Все это время Радмир находился на другом конце провода, но, к сожалению, позвать на помощь Света не смогла. После того, как девушка перестала подавать признаки жизни, Куценко завладел ее мобильным телефоном и стал искать информацию о ее работе. Однако ничего обнаружить не смог. Позже их общие знакомые расскажут следователю, что Илья был одержим идеей легкого заработка. И, учитывая, что в компании Света была единственной, у кого всегда были деньги, тот буквально ходил за ней по пятам и постоянно спрашивал, где она их берет. Свете было приятно это внимание со стороны сверстников. И она говорила, что нашла хорошую работу в интернете и там зарабатывает немалые деньги. На самом же деле, никакой работы у школьницы не было, а деньги, на которые она гуляла и с легкостью тратила на всю компанию, Света тайком выносила из дома, брала из заначки старенькой бабушки. В какой-то момент, пока Куценко проверял телефон своей жертвы, девушка очнулась и стала хрипеть. Понимая, что она все еще жива, преступник схватил лежащий рядом камень и стала носить ему дары по голове школьницы. Прихватив мобильный телефон Светы с собой, Илья уже было последовал к выходу, как вдруг Света вновь захрипела. Убийца вернулся и добил ее камнем, после чего засыпал тело мусором и, как ни в чем не бывало, отправился домой, полагая, что в подвале заброшки Свету Дедковскую никто и никогда не найдет, а, соответственно, и до него самого полиции будет не добраться. Но все пошло не по плану. Одному отбывать наказание за содеянное Куценко не хотелось, поэтому на очередном допросе он признался, что тело Светы Дедковской ему помогал прятать друг, Максим Корнилов. Молодого человека задержали, и тот рассказал, что спустя несколько дней после пропажи девятиклассницы, как раз после того, когда следователи провели беседу с Радмиром и Ильей, последний пришел к Максиму домой и попросил о помощи. Товарищу преступник рассказал всю правду, а затем попросил помочь ему перепрятать друг девушки, чтобы ее наверняка никто не смог найти. На месте преступления Корнилову, по его словам, стало плохо, и помочь другу перенести тело в другое место он не смог. Самостоятельно это сделать У Ильи тоже не получилось, поэтому они приняли решение оставить тело Светы там же, но зарыть его в мусоре более тщательно. За совершенное преступление Илье Куценко грозило от 6 до 25 лет тюремного заключения. Однако, учитывая, что на момент совершения убийства он был несовершеннолетним, максимально возможным наказанием для него мог стать срок до 15 лет колонии. Его товарищу, который помог прятать тело и не донес в полицию об убийстве за сокрытие особо тяжкого преступления, грозило до 2 лет за решеткой. 26 апреля 2024 года, после длительного досудебного расследования и многочисленных слушаний по этому делу, на каждое из которых с портретом в руках внучки приходила ее бабушка, Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики вынес Илье Куценко приговор. К этому моменту молодому человеку уже исполнилось 19. 10 лет лишения свободы. Таким был вердикт судьи. При вынесении обвиняемому приговора суд учел, что Куценко явился в полицию с повинной и сотрудничал со следствием. Несомненно, решающим фактором послужил возраст преступника на момент совершения убийства. Пятую часть из назначенного судом срока Куценко по сути уже отбыл. Заключение в изоляторе ему засчитали как год за полтора. Государственный обвинитель просил суд наказать Куценко еще и по статье «Разбой», поскольку с места преступления тот забрал мобильный телефон убитой и ее сумочку. Однако, почему-то за это преступление суд обвиняемого оправдал. За все то время, что шло расследование и судебное разбирательство, ни сам Илья Куценко, ни его семья ни разу не извинились перед родственниками убитой Светланы Дедковской. И лишь на заключительном заседании суда убийца еле слышно впервые попросил у близких убитой им девочки прощения. Разумеется, прощать его никто был не намерен. Максима Корнилова, друга Куценко, суд признал виновным в укрывательстве преступления. Тем не менее, в отличие от своего товарища, Корнилов остался на свободе, ведь укрывательство, согласно закону, это не особо тяжкое преступление. Немаловажную роль здесь также сыграл возраст подсудимого. На момент совершения преступления он тоже был несовершеннолетним. Суд назначил Корнилову 160 часов исправительных работ, однако отрабатывать их он не будет, поскольку с момента совершения преступления прошло больше года. Срок давности истек. Куценко и Корнилову суд назначил также оплатить дорогостоящие экспертизы, которые проводились во время следствия, и судебные издержки. С каждого по 88 тысяч рублей. Конечно, приговором преступникам родные Света Дедковской остались недовольны. Как минимум, их не устроило то, что за столь жестокое преступление Куценко приговорили к колонии не строгого, а всего лишь общего режима. Мать и бабушка до сих пор не могут поверить, что за какие-то две тысячи рублей юную девочку, у которой вся жизнь была впереди, так хладнокровно лишили жизни. Женщины не исключают, что, возможно, причина убийства была совсем другой, однако этого они уже никогда не узнают. Свету Дедковскую родные похоронили возле могилы биологической матери. Бабушка Светы после смерти попросила дочь похоронить ее рядом со своими девочками. В социальных сетях Свету Дедковскую можно найти по никнейму Forever Fifteen, что в переводе на русский язык означает «Навсегда пятнадцать». Именно такой, юной, пятнадцатилетней школьницей Свету и запомнят навсегда ее близкие и родные люди.